Уважаемые друзья, мы приветствуем вас из нашего любимого многонационального города Сакраменто. Сегодня у нас второй день нашей школы телепроизводства или телемастерской студии «Угол». Сейчас мы находимся прямо здесь, в одном из залов, где проходят наши занятия. Вы можете сами посмотреть, полюбоваться, сколько здесь студентов и столов. Мы сегодня отсняли передачу, и ребята пробуют монтировать, пробуют понять, как это делается на практике. Мы сейчас в прямом эфире, и Виталий Любежанин, это его класс, они здесь занимаются. Я сейчас хочу пригласить сюда Оксану Грабчук. Она несколько слов скажет о том, сколько у нас людей здесь, со скольких городов присутствует, сколько людей. У нас замечательная атмосфера. Люди из 21 города прилетели из Америки, прилетели сюда на школу. Все очень счастливы, довольны. Пока что нет комплейнов, нет никаких экскьюзов. Ну, если так кормить, как здесь, то здесь можно и жить. Да, у нас очень хорошая кухня, благодарим кухню. Люди довольны. В каждом классе почти заполнены видеонаправления. Больше всего людей зарегистрировалось, поэтому это направление полное. Класс СМИ и класс телеведущих, режиссеры. Есть пару мест, но все равно люди заполняются, каждый день присоединяются. Спасибо. То есть люди присутствуют только в Соединенных Штатах. Я знаю, что были несколько попыток прилететь с других государств, но не получилось. Не открыли визу. У нас было 4 или 5 человек, которые хотели с Украины, России прилететь, но не открыли визу. Мы сделали со своей стороны все, что могли, но не открыли. Понятно. Спасибо, Оксана, большое. Значит, друзья, еще раз, наша большая мечта, желание, просто чтобы эти люди, здесь преимущественно молодые люди, что очень радует, и очень серьезно настроенные люди. И мы очень надеемся, что эта школа вдохновит людей, послужит благословением им, и они и на нашем личном примере, и сами, как Бог их призывает, они смогут двигаться дальше. Мы построили школу таким образом, чтобы это были практические занятия. То есть мы на самом деле, вчера была вводная часть, были лекции в основном вводные. Все участники, все преподаватели говорили, а сегодня мы отсняли интервью. Буквально здесь оборудовали мини-студию, отсняли интервью. И наша задача – это пройти весь процесс, как делаются передачи, как пишется закадровый текст и так далее и тому подобное. Поэтому в конце этой недели, скорее всего в пятницу, мы посмотрим наш финальный продукт. И мы очень надеемся, что те люди, которые нас посетили, они примкнут к нашей команде. Они могут жить в других городах, но они смогут каким-то образом продолжить общение вместе с нами и даже сотрудничество. Сейчас через небольшую паузу мы перейдем в другие залы, посмотрим, что там делают наши друзья. Вот, потому оставайтесь с нами, через буквально несколько минут мы увидимся. Друзья, мы уже на другой стороне нашего помещения, здания, находимся в внутреннем дворе. И здесь также проходят занятия, проходят классы. И мы сейчас зайдем с вами в один из классов, где идет речь о социальных сетях и о работе в социальных сетях. Вот. Этот урок преподает Елена Никитская. Можете послушать. Бесплатно. Да, да, вы прямо ставите на социальные сети, и оно проставляется на любую социальную сеть, таблическое выставляется. Вы не контролируете уже этот процесс. Оно просто сами у вас есть. Елена, мы хотели бы задать несколько вопросов вам, если возможно. У нас сейчас проходит прямой эфир, потому в двух словах о вашем классе. Насколько вы ими довольны? Сейчас никто не будет слушать. Хорошо. Ну, надо сказать вообще, что у нас в нашей школе 70 студентов, 72 студента из 21 города. США и даже один из Беларуси есть. Да, вы говорили об этом. Что касается моей группы, тогда буду говорить. Я удивлена активностью этих людей. То есть я боялась, что люди будут пассивные, что, возможно, будет неинтересно. Но иногда у нас бывает такое, что мы друг друга перебиваем и не успеваем задавать вопросы. Но мы не только активны теоретически, но и практически. Я уже могу видеть активность этих людей, потому что мы даем практические задания. И я проверяю их на социальной сети, как они выполняют эти задания. Ну, ты так здорово говоришь вообще. Она правду говорит, нет? Как вообще, да? Потому что хочется быть уверенным. Мы всегда говорили и не раз повторяли. Нам очень важно, это конечный результат. Нам очень важно, чтобы люди взяли практические советы и сразу же увидели результат. Это единственное, что нам всегда хотелось. Вы думаете, это получается? Нет? Мы сюда приехали уже с ошибками. И спрашиваем, как справедливо. Хорошо, хорошо, здорово, здорово. Кто-то хочет что-то сказать вообще, ну, как бы впечатление, что-то... Кто-то... Оля, Оля, Оля очень мужественный человек. Я просто хотела выразить огромную благодарность, что вообще такое делается в нашем городе. Алекс, огромное спасибо тебе. Действительно, замечательная команда. Люди приветливые. И я смотрю просто, вот насколько искренне вы делитесь этими знаниями, которые каждая церковь сможет применить для себя. Просто огромное вам спасибо. Да, вы можете сказать еще, да? Минуточку. Я сюда вообще вот случайно зашел. Я вообще принадлежу в другом классе. Проходил мимо и решил заглянуть. И очень интересная тема. Вообще вот многие не очень серьезно относятся к социальным сетям. Но на самом деле это очень серьезное такое оружие, если можно правильно сказать. Потому что миллионы и миллионы людей, как бы вначале вы показали нам фильм, я не помню полностью всю статистику, но очень большое количество людей, которые пользуются этими сетями. И вот такие классы, я думаю, в нашем христианстве нужно преподавать. Потому что чем больше людей будут пользоваться, тем больше как бы будет результата и служение будет продвигаться и будет всем интересно. Так что здорово. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, Иваич. Очень коротко. Я думаю, что пришло время церкви выйти со стен и идти к людям. Там, где нужда, там, где боль. И интернет – это просто удивительное оружие. Спасибо вам большое за школу. Спасибо, друзья. Лена, что вам удалось пройти? Два слова. И что еще предстоит пройти? Нам, наверное, удалось меньше пройти, чем предстоит пройти. Но мы подготовились полностью. То есть мы говорили о том, изучили всю статистику. То есть я помогла выбрать те социальные сети, которые подходят наиболее для каждой церкви, для каждой организации. Мы разобрались со временем, что ставить, когда ставить, как ставить, как правильно писать, как правильно тексты писать. И с завтрашнего дня начинается у нас уже практическая часть. И я хочу, чтобы в этом классе было не просто, что мы показываем, как мы делаем. Мне люди дали своих церквей ютубы. Мы будем рассматривать, что у них происходит. Я буду давать советы прямо, как им вести, как правильно им налаживать. Лена, ты немножко уже поняла ситуацию, кто где находится, на каком уровне, уровень знаний и так далее. Ты можешь хоть какой-то процент гарантии дать, что они увидят разницу? У тебя есть чувства или знания? Ты можешь прогарантировать, что тот предмет, что ты преподаешь, они сразу же, через неделю-две увидят, что посещение школы дало очевидные результаты? Александр, я скажу так, что всё зависит лично от них. Я уже сказала, всё это постоянство и решение. Если они после этой школы примут решение, что эти знания они воплотят и используют, у них всё получится. Потому что это хороший такой фундамент для того, чтобы развиваться и изучать. Но если они остановятся, никуда не... Но у них же что-то и получается уже. То есть ты гарантируешь, что это будет умножено в несколько крат, если они применят те знания, что ты преподаешь? Конечно, я хочу объяснить, как это работает. И хочу им дать базу, показать, как это может работать именно для них, в их случае. То есть не просто материал, что как оно работает в мире, а как оно работает для христианских организаций. Потому что в нашем ситуации мы не можем использовать все инструменты, которые использует бизнес. Всегда в бизнесе мы знаем, что политика и бизнес – это не очень чистые вещи. В нашем же христианстве мы всё равно хотим осолить. И те инструменты, которые мы будем применять, наша задача – применять это правильно и в свете Слова Божьего. Всё равно это всё преломлять. Здорово. Спасибо большое. Благослови вас Бог. Значит, мы посетим ещё один класс, где наш преподаватель Уда Соколовский, наш режиссёр, который работает над нашим фильмом «Богоискание славянских народов». И он сейчас как раз ведёт здесь урок. Посмотрим, что они делают здесь. Как я вижу и понимаю, они разбиты на группы, и у них какое-то практическое занятие. Повторяю, что сегодня второй день. Очень много теории. И также мы отсняли передачу. Сейчас люди работают над составлением сценария. Мы можем даже у них спросить. Давайте попробуем. А можно вам задать короткий вопрос? Мы сейчас прямо в эфире. Буквально два-три коротких вопроса. На чем вы сейчас работаете? Что у вас за задание? Мы готовим сцену, одну из сцен рассказа Флорина. Выбираем сейчас как раз сюжеты, кадры, которые хотим поставить потом. Понял. То есть вы составляете микро-сцену, какую-то историю, пишете практический сценарий, создаёте. Без страха, без всяких там заисканий, лести вообще. Вы думаете, это полезно? Вот то, что вы здесь делаете, то, что вам преподают? Или так себе? Нет. Как вы считаете? Самого скептического человека? Думаю, что реально нас, как христиан, с точки теологии, это очень радикально заставляет думать революционно, достигать людей церковных и не церковных. И это очень даже что-то происходит в голове в плане... Вот сейчас у нас была дискуссия о режиссуре. Мы застряли на теологии в отношении режиссура. Поэтому я думаю, что... Что чему мешает? Теология режиссуре или наоборот? Наверное, теология режиссуре мешает. Что же делать с нашей теологией? Кто ещё хочет что-то дополнить, сказать, да? Я думаю, что тут очень хороший момент, что люди, они... Есть люди, которые пессимисты, есть оптимисты. То есть есть люди смиряются с обстоятельствами, говорят, так Бог усмотрел, и то есть нас это устраивает, это положение, значит, Божья воля. А есть люди, которые борются с этим и тоже видят волю Божию в другом, как бы... Анджела, я вас знаю давно. Ну, мы, как бы, знаем друг друга уже достаточно давно. Оно стоит того, что вот вы оставили там свои дела и сюда пришли, или так себе, ну... Конечно, стоит. Всегда нужно, как бы, учиться чему-то высшему, чему-то делать наше мастерство лучше. И я думаю, что это очень помогает. И сейчас мне тоже даже развить что-то новое, что с чем я, например, сценарий писать. И учиться правильно передавать правду. Для этого мы и должны это делать, и учиться этому. Здорово. Здорово. Пусть Бог благословит вас. Несколько слов еще спросим у самого Уды Соколовского. Уда, можно вас на несколько минут оторвать, да? Мы уже здесь спрашивали, и вот приблизимся друг к другу, да. У вас здесь в классе такое творится. В нескольких словах, что вы сегодня говорили, говорили основные ваши акценты, о чем вы сегодня говорили со студентами. Мы сегодня проходили основы режиссуры, и как практикум они сейчас составляют сцены с этим интервью, на которое мы делаем реконструкцию. У нас четыре группы, среди которых есть студенты из двух групп, из ведущих, телеведущих и режиссеров. И совместно они и составляют вот эти кадры, которые мы будем снимать завтра. Вы допускаете мысль, что хотя бы кто-то из этих людей, может серьезно, пусть дистанционно, живя в своем городе, здесь люди из 21 города Соединенных Штатов, пусть дистанционно, но могут стать частью нашего коллектива, работать вместе с вами, под вашим руководством, или вы не думали об этом? Нет, конечно, возможно. Работа, которую они сделают, это покажет. Для этого мы это и делаем. Есть надежда, что кто-то серьезно уловит, как бы более основательно и применит. Чувствуете, что коллектив осилит этот материал? Очень интересная группа. Я думаю, что именно вот этот проект, о котором мы говорим сейчас, мы его сделаем. Насколько это будет хорошо и профессионально, и насколько будут люди вовлечены в это, и какой будет их уровень, скажем, технический или профессиональный, это время покажет. Сейчас сложно сказать, но группа очень хорошая, замечательная просто. Серьезные отношения? Да, 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 самое серьезное. Здорово, Удаянович, спасибо вам большое. Благословения вам. Уже мы, друзья, как вы сами видите, мы посетили три комнаты, три класса, где проходят занятия. Сегодня второй день, это с 9 утра до 5 часов дня. Так будет продолжаться до пятницы. Вот потому, тем из вас, кому интересно больше узнать, звоните в наш офис. Но это был короткий репортаж, прямое включение с места событий, где проходит наша школа. Те из вас, которые хотели, но не попали сюда, возможно, мы сможем когда-то что-то организовать подобное, но пока что мы сочувствуем вам, что вы не с нами. И эти люди на самом деле, без привлечений, получают замечательные знания, практические, статистические данные, пособия и все прочее. Поэтому мы очень надеемся, что этот коллектив каким-то образом возрастет, более будет квалифицирован. И, возможно, даже мы будем сотрудничать, пусть дистанционно, но мы будем сотрудничать, подписывая какие-то, может быть, саб-контракты, когда люди смогут работать и на нашу студию. Потому мы хотели бы еще немножко продолжить с вами эфир. С нами здесь Амина, мы просто много бегаем здесь по комнатам, и я не мог ее сразу отыскать, но вот она, Амина, которую вы уже знаете, и я надеюсь, что мы ближе и ближе будем сотрудничать. Амина прилетела с Москвы. И, Амина, я знаю, что и опыт у вас большой, и без всех этих регалий, вступлений, хотелось бы спросить у вас, для вас это несколько новое, новое. То есть вы пришли к Христу недавно, к вере христианской недавно, но вот соприкосновения с христианской аудиторией, вообще какие вызывает ассоциации? Хотя бы несколько. Это же новый какой-то формат людей. В них есть свои плюсы, минусы, слабые стороны, сильные стороны. Откровенно, что это за люди, что это за тип людей, с которыми вы работаете? На самом деле я получаю колоссальное удовольствие от того, что сейчас происходит, потому что, во-первых, преподавание – это новый опыт для меня, потому что я работала совершенно в другом ключе. Я делала интервью, я делала документальное кино, я занималась даже съемками видеоклипов, репортажей, информационный жанр, но работать преподавателем я не работала. И столкнувшись сразу с тем, что я встречаюсь глазами с людьми, которые ищут в тебе какого-то опыта твоего, не ради того, чтобы заниматься тем, чтобы самолюбоваться в кадре, а заниматься тем, чтобы служить этим Богу. И ты относишься к этому занятию совершенно иначе, нежели чем ты просто преподавал бы каким-то студентам в мирской аудитории. Это большая честь преподавать людям вот под таким углом. Да, и для таких задач в будущем. Амина, для более близкого знакомства, в двух словах, где вы работали, вы уже сказали, в чем заключалась ваша работа, но на каких каналах, с какими, может быть, людьми, несколько имен? Я работала в разных местах. Я работала и с Абкором Первого канала, я работала с Абкором на НТВ, делала передачи для РЕН-ТВ, ТВЦ. Это, в основном, это федеральные каналы, но большей частью своей жизни я, конечно, работала на своем республиканском телевидении, государственном телевидении в городе Нальчике, в Кабардино-Балкарии. А вот, Амина, вы часто говорите, работала, работала, работала. В прошлом это что значит, что вы работали? Это значит, что, как я уверовала, я ушла с федерального канала, с федеральных каналов, потому что последнее место работы это был продакшн-студио, где мы производили фильмы, документальные фильмы для разных телеканалов, которые делали нам заказ. И я ушла, конечно же, это не соответствовало уже моему пониманию новой жизни, новому пути моему, это уже путь не соответствовало. Поэтому я, без сожаления, я ушла. И вы сказали, повторю ваши слова, что вы испытываете, я уже забыл точно, чувство радости или гордости. Гордости и чести. И чести, да. И чести. То есть мы очень надеемся, мы видим это, и я слышу отзывы людей, да. Как это здорово, что просто весь опыт, который вы имеете, вы можете искренне, безвозмездно просто передавать этим людям и надеяться, что они его применят. На самом деле мне не хватает времени, потому что за 20-летний опыт работы, да, который я получила какой-то опыт, мне действительно хочется как можно больше взять из себя и передать этот опыт, потому что оно пойдет на благое дело, оно пойдет во имя Бога, во славу Бога. Поэтому мне хочется максимально выложиться. И я вижу, что в глазах аудитории есть блеск, огонь. Они хотят это принять, а я хочу это передать. Очень рады именно за вас и за нас, что вы с нами. Пусть Бог вас благословит и продолжайте начатое. Всего доброго. Уважаемые друзья, мы еще раз с вами прощаемся, потому что мы уже опросили всех наших преподавателей. Это было очень ценным и очень важным, чтобы Амина Томакова была вместе с нами. Потому интересуйтесь с нами, звоните, пишите. Мы всегда на связи. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова